и снова здравствуйте всем привет так давайте в этом ролике попробуем сделать щит именно для альянса первым делом подгружаем текстуру так рабочий стол вот по прошлому ролику который я хотел сделать сейчас покажу теперь добавляем up and добавляем куб шрифт левая кнопка мыши выравниваю в юпорте включаем флур подгружаем сюда текстуру вот такой должен у нас быть щит его пока вот так в бок уберу шрифт отключается мы поработаем с помощью транспоза то бишь гизма делаем пошире это вот будет у нас заготовка первая значит подтягиваем выставляем уводим ее чтобы потом при отзеркаливании у нас значит перекрыла вот эту штуку соединился был треугольник теперь добавляем как я не помню make polymesh сделал делаем дубликат вытаскиваем дубликат перекручиваем его ставим его под углом где-то вот так еще сделаем один дубликат за раз на верхней переключаемся нижний пока отключим control shift включим trim rect отсобачиваем значит по треугольнику так поднимаем его чуть-чуть повыше так теперь отсобачиваем его ну где-то вот тут где-то вот так верхний саптул перекручиваем чтобы у нас получился угол вот так ну и это тоже тогда через alt левая кнопка мыши выбираем и немножко его перекручиваем подгоняем его назад должна получиться вот такая вот заготовка можно даже немножко его еще больше и загнуть следом выбираем следующую заготовку через alt можно подтянуть выровнять дизму именно поэтому мыши мы его чуть-чуть плюс ним толщину не меняем а вот именно делаем короче вот такую штукенцию и уводим в бок чуть-чуть можно наверное сплюснуть а то сплю с ним чтобы здесь появился у нас угол и уводим на дальнюю часть вот такая должна получиться заготовка делаем дубликат опять же его вниз вниз его опускаем и перекручиваем так смотрим чтобы у нас получился именно щит внешний вид его где-то вот такой так теперь отсобачиваем ненужные нам детали и делаем полностью всему этому щиту geometry modifid apology mirror and well через alt выбираем еще одну штуку еще одну и все это зеркалим напомню что зеркалится именно в the brush слева направо скульпты с альфа 6 справа налево но блендер блендер справа налево тоже зеркалится но там можно выставлять как и тут по каким осям все это дело отображать так получился вот такой у нас значит сид но я в том тут немножко как сказать объебался да чуть-чуть вот эту нижнюю часть теперь выводим чтобы у нас был изогнутый этот низ тоже так это все получилось теперь у нас следующий этап это подгрузить куб переключиться на него сделать ему значит вот такой внешний вид еще его значит плюс 0 толстую нам не понадобится так и растянуть его вот таким вот образом следом сетка у нас низкополигональная видите и она нам позволит все это дело согнуть выбираем линию сгиба маскируем control и теперь выбираем ротацию отключаем гизму так перекручиваем его ну и то же самое повторяем с нижней частью control и alt левая кнопка мыши период можно перетаскивать значит вот эту всю нашу заготовку можно поставить намов если вам нужно где-то дотянуть как получилось вот такая у нас заготовка эту заготовку будем сейчас резать control shift отсобачиваем отсобачиваем и тут тоже снизу отсобачиваем делаем геометри мира and will все заготовка счета у нас получилось теперь можно сделать control д control д смягчить вот эту нашу заднюю часть удалить дивайды и возможно даже пересчитать наши полигоны с помощью дайномеш 849 тысяч пойдет shift z теперь нам понадобится вот этот вот лев фит не одну как потом можно еще вытягивать заднюю форму просто не объединяя вот с этими заготовками ну или можно уже делать сразу по этим вот поэтому так сказать текстуре так z включаем глаз уменьшаем прозрачность выводим его на наш щит прибавляем теперь кисточку стандарт ставим на раскраску покраску зад отключаем кисточку можно взять побольше и все это дело прорисовать получается вот такой у нас лев вот в таком щите так заднюю часть можно еще значит как сделать alt левая кнопка мыши немножко еще можно даже где-то растянуть подогнать где-то увести в бок и сделать всему этому делу тоже модифика полдже мира and well так лев морда сплюснулась это не есть хорошо значит уводим его еще больше в эту сторону вот теперь лев подходит также можно control shift где-то что-то потом дорезать какие-то части до убирать пробел помогает двигать нам вот эту вот кисточку для резки сделать мира and well все теперь какая задача наша задача теперь сделать вот этого льва ну кто-то возможно захочет его пролепить можно его вылепить самому добавить тут примитивы все это дело сложить потом поработать флаты нам объединить условно не проблема да уже по рисунку лепить ну пойдем простым путем значит находим маскинг опять же находим mask be color mask be интенсив у нас появляется назначается маска так и нам нужно найти именно где вот эта часть будет выдавливать выпуклость вот ставим материал белый смотрим со всех сторон ну в принципе а что все нормально получилось все теперь что делаем теперь можно все это дело пролепить где-то добавить еще какие-то детали вот допустим добавить отсутствующий нос как его можно добавить его можно замаскировать control alt где-то что-то почистить сделать control и и вытянуть уже значит тут этот нос вперед вот ну и дальше тут уже работаем кисточкой клэр был был да вот это но ставим ее на автомаскинг и ставим на бак face mask для чего чтобы когда она будет лепить она не вдавливала задней работал задней частью только с передними вот этими полигонами кисточку ставим на двоечку и погнали потихоньку где-то что-то тут долепливать где-то прорабатывать x симметрия в помощь вот таким вот образом где-то нарабатываем массу где-то через alt ее вдавливаем словом преобразуем вот этот значит наш вот этот как сказать наш рельеф полноценный уже доработка значит теперь кисточка мофта положи и нам возможно понадобится где-то какие-то части вытянуть это допустим нос допустим губы допустим где-то чуть-чуть вытянуть щеки так брови можно тоже выдавить и получается у нас вот нормальная штукента такая так это надеюсь понятно да следом нам нужно раскрасить вот эти верхние части раскрасываем их каким образом значит нам нужно сделать всему этому делу дай нам и чтобы сетка была поплотнее так делаем дай нам с 103 тысячи полигонов ctrl d можно прибавлять все равно потом будет делаться пересчет сетки и делаться низко полигональная модель shift так shift z включаем нашего вот этого референса уменьшаем прозрачность находим нашу текстуру значит металлом ее перекручиваем вот значок перекрутки подставляем ее к нашей этой заготовки где-то уменьшаем ну чтобы более-менее четко попасть да и потом прибавляем цветности переключаемся на кисточку стандарт она стоит на покраске и все это дело знать по ней красим вот раскраска прошла но нужно конечно чтобы тут все было закончено но принцип надеюсь я тоже объяснил следом делал делаем модифе топологи мира and well и все вот эти запчасти точно также раскрашиваем у нас получается задняя недоработанная вот эта штукенция мы выбираем цвет с помощью клавиши c и уже потом где-то докрашиваем стараемся не залазить на переднюю часть если нужно где-то сделать потемнее то кисточку уменьшаем интенсивность покраски и потихоньку потихоньку уже здесь дальше докрашиваем полноценно у нас должна получиться в принципе нормально вот такая вот заготовка как сделать ее рельефная рельефная ее можно сделать с помощью опять же маскинг находим маскинг mask be color mask be intensive когда она вся раскрашенная у нас получается делится по цвету вот мы можем вытягивать делать вглубь выдавливать и у нас вот такой получается рельеф так вот больше меньше вы можете тут его регулировать тоже нужно оставить не выдавленным а просто нарисованным так вот такая штука получается значит вот такой процесс заднюю часть желательно тоже покрасить выбираем кисточку стандарт выбираем нам нужно наш выбираем нужный цвет c и красить нужно с помощью включенный бак фрейс маски для чего чтобы передняя часть у нас не цвет не закрашивался вот я сейчас крашу делаю его полностью золотым льва а передняя часть у нас не трогается вот такая штукенза так что можно еще сделать можно сделать в деформации использовать полюш сгладить этот значит мышь вот эту всю работу чтобы она была сглажена также можно часть какую-то замаскировать используя клавишу control альфу или поставить вот сферу замаскировать через control лицевую нашу часть вот так вот увидите что замаскировалась а с задней уже работать можно ее даже через шрифт прям сильно выгладить таким вот образом все снимаем маску сзади у нас выглаженная штука здесь будут ремни и так далее конечный результат смотрим файл open да нет вот такой у меня получился хит вот так он сзади выглядит это уже он с разверткой с измененной сеткой так низко полигональный вот такой вот красавчик а вот здесь где морда я поставлю ремень для руки вот чтобы здесь его можно два ремня тут будет по двум сторонам чтобы рыцарь мог туда руку засунуть и держать его как раз рука попадет вот в эту значит морду ну вот такой результат так еще нужен значит меч и развертка полностью для персонажа это будет следующий ролик пока праздники делать как говорится нечего я постараюсь все это делаем потихоньку снять и вам показать всем пока до свидания пока 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 пока